В связи с тем, что пошли некоторые какие-то слухи по структурам, не имеющие под собой никакой почвы, компания вам и руководство компании «Казвый Рус» подтверждает тот факт, что господин Эл Чва был и остается президентом компании «Иказвый». В топ-менеджменте компании глобальных изменений на сегодняшний момент нет. Компания «Берджайя Групп» большое внимание обращает на бизнес «Иказвый» и планирует свое активное участие в развитии этого направления своего холдинга. Господин Рейван Тен, являющийся генеральным директором холдинга и сыном основателя компании «Берджайя Групп» Винсента Тена, на протяжении нескольких прошедших месяцев переключился из управления финансов «Берджа» в Гонконге на развитие евроазиатского региона компании «Иказвый». Так что, дорогие партнеры, дорогие друзья, мы с вами продолжаем работать в том режиме, с тем компенсационным планом, все, как у нас было и с той глобальной системой развития компании «Иказвый» на российском рынке и на рынке стран СНГ. Вот такое заявление я сделала по просьбе руководства компании. Мы к этому заявлению еще раз вернемся с вами в 13 часов, когда будем проходить компенсационный план. А сейчас мы с вами будем говорить о системе фильтрации воды «Гексагон-2». «Гексагон-2» – это уникальная водородно-щелочная установка фильтрации воды. Имея эту установку у себя дома, вы сможете получить насыщенную водородом слабо-щелочную воду прямо из-под крана. Устройство обогащает воду водородом, придавая воде антибактериальные свойства. Система фильтрации воды «Гексагон-2» насыщает воду минералами, что способствует улучшению общего самочувствия, уменьшает размер водных кластеров, способствуя лучшему усвоению и эффективному использованию воды клетками организма. Вода станет чище, вкуснее и безопаснее. Прежде чем говорить о системе фильтрации воды, мы поговорим с вами о воде как таковой. Вода – это основа жизни. Роль воды в жизни человека трудно переоценить. Вода обеспечивает доставку питательных веществ, микроэлементов и кислорода клеткам нашего организма. Вода играет ключевую роль в терморегуляции, выполняет функции очищения от шлаков. Количество воды в нашем организме регулирует процессы обмена веществ и метаболизма. Но для того, чтобы удовлетворять всем этим требованиям, вода должна быть живой, то есть иметь природную структуру, а не мертвой, отработанной водой, хранящей память прошлого негативного воздействия. Именно поэтому так важны информационные свойства воды, а также способность воды хранить и передавать информацию. В воде, упавшей с неба, требуется несколько десятков, а иногда даже сотни лет для того, чтобы просочиться под землю и стать грунтовой водой. Госпожа Джоанн Дэвис, профессор из Цюрихского технического университета, которая в течение 30 лет проводила исследования речной воды в Швейцарии, называет такую воду мудрой. Хочу отметить, что именно Швейцария признана во всем мире лидером в сфере исследований свойств воды. Так вот, в противоположность мудрой воде, ту воду, которая лишь недавно упала на землю, называют юной водой. Вода становится мудрой после того, как упав на землю, она просачивается сквозь нее, а затем появляется снова, уже получив информацию, содержащуюся в различных минералах. Большое количество институтов и ученых представили результаты исследований, которые подтверждают значение воды. Доктор Масару Имото, японский исследователь, сумел разработать способ оценки качества воды по кристаллическим структурам, а также способ активного воздействия на воду извне. А вы знаете, где можно достать действительно хорошую воду? Наверное, в швейцарских Альпах? Или, может быть, на Северном полюсе? А может, на Южном? В наши дни нетрудно найти бутылочную воду, изготовители которой утверждают, что она лучшая в мире. Но можно ли действительно купить хорошую воду? Например, многие говорят, что минеральная вода полезна. Но лишь немногие знают о том, что содержащиеся в такой воде некоторые минералы могут вызвать затвердение артерий. Кроме того, минеральная вода, в которой содержится много уклекислых солей, обладает высокой кислотностью, что делает ее неполезной для здоровья. В любом случае, мы должны избегать воды, которая продается в бутылках, и по возможности заменять ее водой из природных источников. Вода хочет и должна быть свободной. О своих сенсационных опытах с водой Масару Имото сообщил 16 марта 2004 года на встрече с польскими исследователями и журналистами в Институте геологии в Варшаве. Эти результаты вызвали сенсацию. Многочисленные и разнообразные эксперименты, многие тысячи фотоснимков демонстрировали, что информация, полученная водой, воспринимается и отражается в виде геометрической структуры кристаллов, являющихся ее образами. Доктору Имото удалось впервые научно доказать факт, что вода способна накапливать в себе информацию. Вода записывает информацию, а затем, совершая круговорот на планете Земля, эту информацию распределяет. Вода, посланная из Вселенной, полна жизненно важных знаний, и один из способов расшифровать эту информацию заключается в наблюдении за кристаллами льда. Кристаллы, образовавшиеся из только что полученной дистиллированной воды, имеют простую форму хорошо известных шестиугольных снежинок. Накопление информации меняет их строение, усложняя, повышая их красоту. Вода подвергалась различным видам воздействия, таким как музыка, изображение, электромагнитное излучение от телевизора или мобильного телефона, мысли одного человека и групп людей, молитвы, напечатанные и произнесенные слова на разных языках. Таких снимков сделано более 50 тысяч. В воде, как определил доктор Имота, можно показывать слова. В его опытах обертывали лист бумаги с напечатанными на нем словами вокруг бутылки с водой. Написав слова «любовь и признательность», получился кристалл совершенной формы. Это указывает на то, что любовь и признательность являются основой жизни. В следующих опытах в воде показывали надписи «Спасибо» на разных языках. Во всех случаях получились красивые завершенные кристаллы. Когда же показали в воде оскорбительные слова, кристаллы не образовывались. Слова «я убью тебя» проднили нечто похожее на человека с оружием в руках. Слово «ангел» продило кольцо из маленьких изящных кристалликов, а слово «дьявол» – угрожающего вида вздутия. Вежливое «давай это сделаем» создает кристалл красивой формы, а грубое «делай это» – нечто очень похожее на кристалл, образовавшийся под воздействием слова «дьявол». Возможно, это сходство указывает на то, что сила принуждения идет вразрез с божественными законами природы. Следующий кристалл «извини» выглядит немного размытым, возможно, потому, что простое «извини» звучит более искренне, чем многословные оправдания. Для воды можно использовать музыку. Эти снимки кристаллов, которые вы видите на экране, были сделаны после того, как стеклянные бутылки с водой помещали между двух стереоколонок. Музыка Бетховена поратила причудливые кристаллы с большим количеством мелких, тонких деталей на слайде в центре слева. Кристалл слева, несомненно, отражает красоту произведения Моцарта, а также его безудержный образ жизни. Кристалл справа хорошо отражает характер мелодии Баха для скрипки и фортепиано. В центре справа кристалл разделился, посмотрите внимательно, как бы на две части, подражая прослушанной песне Элвиса Прельси «Пресли отель разбитых сердец». А на этом слайде слева показаны кристаллы, образованные водой до молитвы вверху и после молитвы внизу слева. Священник читал целительную молитву, стоя лицом к озеру. Кристалл, полученный до молитвы, похотел на изувеченное лицо. Посмотрите, пожалуйста, вверху даже как бы два глаза видны у этого кристалла. Кристалл же, полученный после, напоминал яркую звезду. Справа на слайде, вверху, очень красивый, это кристалл, полученный из воды, из красивого пруда с чистейшей водой в знаменитом американском заповеднике. Кристалл демонстрирует великолепные переливы драгоценного камня. Справа внизу, на слайде, древнейший в Японии храм Хиэтате, который был малоизвестен, пока несколько лет назад не было признано, что именно здесь находились каменные врата из одного японского мифа. Кристалл действительно похож на открывающиеся врата. Хорошо сформированные, похожие на ювелирные украшения кристаллы, образовывались из воды рек, ручьев и ледников. Кристалл слева вверху похож на изящную серебряную брошь. Водный источник Сайдзё славится на всю Японию своей питьевой водой из Саке. Кристалл из воды лурдского источника во Франции слева внизу очень похож на кристалл воды, который показали слово ангел. А родниковая вода, богатой алмазами Тасмании, порождает кристаллы, похожие на маленькие бриллианты. Кристалл справа вверху образован водой из источника, расположенного на берегу озера Тюдзен-Дзи. Грунтовые воды экологически чистой Новой Зеландии также образуют очень красивые кристаллы. Но заметьте, пожалуйста, уже справа хлорирование воды по требованию местных властей Новой Зеландии привело к значительному изменению ее свойств что сразу отразилось на снимке кристаллов. В лабораториях доктора Эмота были исследованы образцы воды из различных водных источников всего мира. В замороженных пробах воды под микроскопом были обнаружены удивительные различия в кристаллической структуре, причиной которых являлись химические загрязнители и внешние факторы. Получить кристаллы из водопроводной воды удается лишь в очень немногих городах мира. Все дело в химической обработке воды. Кристаллы не образуются в результате обработки воды веществами, вредящими ее природной, жизнетворной силе. Даже в Венеции, городе на воде, водопроводная вода не может породить кристаллов. Вода швейцарского Берна в этом смысле гораздо лучше. Как это неудивительно, вода некоторых американских мегаполисов образует прекрасные кристаллы на слайде справа. Возможно, это результат мероприятий по защите воды. Например, использование кедровых водяных танков в Манхеттене. Существующая в настоящее время система подачи воды через длинные трубы приводит к тому, что вода перестает нести здоровье нашему телу. Если вода под высоким давлением и на большой скорости протекает через трубы, структура воды разрушается, и она теряет минералы. Сегодня у многих ученых не вызывает сомнения, что вода может хранить и передавать информацию. Молекулы воды способны объединяться между собой, образуя особую молекулярную структуру кластеры. Идеальная молекулярная структура симметрична и внешне напоминает снежинку, как мы уже с вами посмотрели на предыдущих слайдов. Но под влиянием различных факторов физических, электромагнитных, механических объединение молекул в кластер происходит не одинаково. Эти факторы способны перестраивать макромолекулы воды и таким образом информация о них сохраняется в молекулярной структуре воды. Иными словами, запоминается. Этот феномен получил название феномена структурной памяти. Именно благодаря данному феномену вода впитывает, хранит и обменивается с окружающей средой информации. Чем выше в воде содержание кластеров, тем более упорядоченная ее структура, тем более она способна сама себя воспроизводить, что и наблюдается в живых системах. Это свидетельствует о том, что вода организма человека может выполнять системообразующую роль с одной стороны и регуляторную роль с другой. После многочисленных исследований было установлено, что наилучшим образом организму человека соответствует именно кластерная вода. Такие структуры наилучшим способом определяют природную структуру воды, а также помогают клеткам организма усваивать кислород, проводить через мембрану необходимые питательные вещества и выводить шлаки. А вот обыкновенная водопроводная вода и даже очищенная питьевая вода в силу многих причин не способны выполнять такие функции. Организму человека приходится тратить немало сил для того, чтобы преобразовать эту воду в пригодную для функционирования клеток. Всем известно, что наша питьевая вода сильно загрязнена пестицидами, гербицидами, нитратами, нитритами, тяжелыми металлами, полициклическими, ароматическими углеводородами, причем на содержание этих веществ установлены предельно допустимые значения, которые не должны превышаться. Используемые для биологической и химической очистки вещества должны по возможности удаляться из воды водоснабжающим Продолжение следует... 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 Продолжение следует...